Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. Президент что сказал? Традиционные ценности. Родина, семья, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять без смеха? Мы же воюем. Хорошо, ты когда начал? Во вторую Чечню. Дальше что было? Дальше КТО, дальше Грузия, дальше пошло 14-е, дальше Сирия и все остальное. Ты что думаешь, если его закончится, у тебя будет жизнь лучше, что ли, веселее? У тебя будет море вне свободного времени? Мне не будет. У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил, задачу выполнили, через 9 месяцев доложили по результату. Т. командующий, да вы что? Говорит, ну это же реально. В принципе, да. А кто будет выполнять? Начинать тогда с себя. Тебе сколько лет? 45, жене сколько? 42. Успеешь еще? Наверное успею. Вот и все. Начинать надо с себя. Я даже знаю, о ком идет речь, у Женьки так двое. Ну, две девки. Да, две девки. И вот эти вот моменты, они, наверное, ключевые. Ведь сегодня о чем президент говорил? О том, что у нас есть будущее. Вот если глобально взять. Будущее. Нас, страны, лично нас, детей наших внуков, наших потомков. То есть, нас должно быть к 73-му году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Кострома. Кладбище. Много, много ребят. Боль. Очень большая боль. Наши мальчишки. Сейчас схожу, еще привезли. Посмотрите. Сколько. Это только одна Кострома. Это только один полк. Неимоверные потери. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за Родину. Но я свой выбор сделал, и он другой. Выступая на прямой линии, Путин фактически рассекретил российские потери в ходе войны. И они оказались гораздо больше, чем пишут во всех, буквально во всех СМИ, чем говорит американская разведка, британская разведка. Ну и вообще, больше, чем даже я ожидал. Итого. Считаем внимательно. Первое. Вступало в Украину 170 тысяч солдат Вооруженных сил Российской Федерации и 60 тысяч так называемых 1-2-е армейские корпуса ЛНР, ДНР. Именно эти цифры. Я не идиот. Я прекрасно помню все, что говорилось в начале войны. Откуда там американцы набрали 350 тысяч или что-то в этом роде. Хрен их знает. Никому не верьте. Верьте только саврамату, потому что я отслеживаю эту войну с первого дня. И вот такими нехитрыми манипуляциями меня не проведешь. Итого. 230 тысяч вступало в Украину в первые месяцы войны. Затем было мобилизовано еще 300 тысяч по официальным сведениям. Ну, скорее всего, так оно и было. Хотя некоторые говорят, что гораздо больше. Но это все как бы отлукало. 300 тысяч было мобилизовано. Еще. Вот эту цифру почти никто не учитывает. 60 тысяч набрал по тюрьмам и по набору в 22-м году Вагнер. 60 тысяч. Это я очень тоже хорошо помню. Эти цифры достаточно широко гуляли. Там были и больше. Но вот такая объективно взвешенная картина. Это 60 тысяч войск, которые набрал Вагнер. И большую часть их, кстати, угробил. И, наконец, за этот год, по словам Путина, давайте ему поверим. Ну, ладно, бог им, так и бы с ним. 486 тысяч. Это наемники 2023 года. Это немобилизованные. Хватит уже говорить про мобилизацию в России. Ребята, откройте глаза. В России случилась крупнейшая, огромнейшая военная реформа за всю ее 500-летнюю историю. Сравнимая только с реформой Гая Мария в Риме. Переход от рекрустской повинности к мобилизационной системе, основанной на наборе наемников. Почему, собственно, вот этих 486 тысяч нищебродов из окраинных поселков и разоренных промышленных центров удалось мобилизовать. Но неважно, как, главное, что вот цифры такие. 230, 360 и 486. Итого у нас получается 1,076 тысяч было собрано и брошено на Украину. Миллионная армия. А сейчас, как сказал Путин, тадам, воюют в Украине 617 тысяч человек. 617 тысяч. Это гораздо больше, чем оценивали западные аналитики, которые сначала говорили 420 тысяч, потом объявили несколько недель назад, что Россия увеличила численность до 500 тысяч. Но вот Путин сказал 617 тысяч. Хорошо, больше признаем, что 617. Характер военных действий это подтверждает. Но нас интересует в данном случае, что с остатком. Итого 1,076,000 в Украину было отправлено, а сейчас воюют 617 тысяч. Вопрос. Куда делось 459 тысяч человек? Внимание. 459 тысяч. Напомню вам, что Соединенные Штаты Америки недавно рассекретили данные своей разведки, где объявили, что Россия потеряла безвозвратные потери 315 тысяч за время войны. До этого британская разведка говорила о 300 тысячах, но в общем все в этом ключе. А у меня получается 459 тысяч. И я считаю, что американская разведка в очередной раз как бы попала пальцем в небо или села в лужу. А я прав, потому что характер того, что происходило и тщательный анализ цифр, которые были доступны в течение всех этих двух лет, показывает, что Россия несет большие потери. И эта цифра, 459, хорошо коррелирует с теми цифрами, которые я вам называл, периодически делая ролики о российских и украинских потерях. Мне всегда казалось, что 300 тысяч это что-то такое по минимуму они берется. Генерал Залужный, между прочим, тоже назвал цифру недавно, военный руководитель Украины, у которого есть сведения о русских потерях, достаточно точно, и для него это очень важно. Он назвал цифру 150 тысяч убитых русских солдат. 150 тысяч убитых. При том, что в России омерзительная, совершенно отвратительная организация медицинской службы и лечения. 150 тысяч убитых и умерших от ран русских солдат характерны для общей цифры в 450 тысяч потерь. То есть на каждого убитого в России приходится по два безвозвратно раненых, которые не смогут потом воевать. На Украине, например, соотношение 1 к 5, 1 к 6. А в Израиле, если вы заметите, сейчас они потеряли 50 человек за время штурма газа, а раненых у них безвозвратных тысяча. То есть там соотношение вообще я даже вот так вот сходу сосчитать не могу. Что, получается что ли 1 к 20 что ли? Что-то какая-то вот вообще фантастическая цифра, которой никогда не было в военной истории. Браво израильской армии. Но мы не будем брать Израиль. Это просто как маячок, который нам показывает, к чему надо стремиться. А вот реальность Украина. Соотношение убитых к безвозвратным раненым, убитых и умерших от ран в госпиталях 1 к 5, 1 к 6. Вот такая цифра была. И она соответствует характеру военных действий и степени организации военно-медицинской службы украинской армии. А в России 1 к 2. На одного убитого и умершего приходится два искалеченных, которые комиссуются после госпиталя. Итого, если там 150 тысяч убитых, как сказал генерал Залужный, то это еще 300 тысяч безвозвратных потерь, раненые, комиссованные. Соответственно, всего 450. У Залужного 450, у Саврамата при подсчете данных, которые озвучил Путин, получается 459. Ну и кто тут из вас более матери истории ценен? Американская разведка или Саврамат. Это реальная проблема. Качество специалистов, экспертов, аналитических служб. Это одна из причин, почему Запад принимает неверное решение. Итого, друзья мои, 459 тысяч потери России в этой проклятой войне. Напоминаю, что болевой порог России по историческим сведениям при соотношении населения примерно такого же, как сейчас, это было в Первую мировую войну, проблемы начались после полутора миллионов. А после двух с половиной империя просто кракнулась. Ну вот у нас 459, практически уже к 500 приближается. То есть, такими темпами еще 4 года войны и Россия тоже начнет разваливаться. Ну как бы не очень тоже 4 года воевать, но с другой стороны, все-таки есть какая-то надежда, согласитесь. В любом случае, 459 тысяч безвозвратных потерь российской армии – это колоссальная цифра. Ну и, конечно, очень интересно, что Путин вообще эту тему затронул. Молчал бы в тряпочку, никто бы так и не додумался, что американская разведка не права. Кстати, тут же в походе, давайте я пну еще Медиазону, которая занимается какой-то херней, они там что-то высчитывают, у них 30 тысяч получается убитых в России. Медиазона, ну не можешь, что называется, не пугай лягушек в пруду, да, понимаете? BBC считает по захоронениям, по головам, которые вот в земле лежат, памятники стоят. У них и то получается в два раза больше, чем у Медиазона. Медиазона, ты вообще на кого работаешь? На чью мельницу льешь свою поганую водичку? На мельницу Путина? Иди со своими 30 тысячами русских потерь куда-нибудь в лес, а еще лучше под Бахмут, повоюй на стороне ВСУ лучше. В общем, такие вот органы, которые делают вид, что они аналитики, а на самом деле являются дезинформаторами, на мой взгляд, играют очень плохую роль в освещении этой войны. Знаете, смысл в чем преуменьшать потери России? В том, чтобы их приблизить к потерям Украины, и чтобы внушить украинцам мысль, что ребята, да у вас все плохо, да вы же кончитесь, вы стачиваетесь быстрее, посмотрите, у нас почти одинаковые потери. Слава ВСУ, храни бог Украина. Пока-пока, друзья мои. Слава ВСУ, храни бог Украина.